Вдвое за сутки увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Мордовии, заболевших зафиксировано еще 35. Самоизоляция стала строгой. Приехавшим из-за пределов Мордовии и тем, с кем они проживают, запрещено выходить даже в аптеку и магазин. 20 тысяч продуктовых наборов бесплатно получит серебряное поколение Мордовии. Акцию «Мы вместе» реализуют волонтеры-медики и ОНФ. Прогулки – действительно нарушение. В МВД Мордовии ответили на самые популярные вопросы по режиму самоизоляции. Информация о числе заболевших и о тех, кто выздоровел в регионе – то, что волнует граждан больше всего. Свежую сводку по Мордовии ежедневно озвучивает представитель оперштаба по противодействию коронавирусу. В прямом эфире он выступал в 15.30.20 апреля. Здравствуйте. Вашему вниманию предоставляется ежедневная сводка по коронавирусной инфекции на территории Республики Мордовия. Сводка оперативного штаба. Количество выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Республики Мордовия – 293 человека. 479 пациентов получают стационарное лечение. Состояние пациентов различной степени тяжести – от тяжелого до удовлетворительного. На искусственной вентиляции легких на сегодняшний день находится 13 пациентов. 1179 пациентов находятся под амбулаторным наблюдением и лечением, и они проходят диагностические мероприятия. Обсервационное отделение развернуто в двух медицинских учреждениях, и в них находится 86 человек. 10 пациентов заводятся на федеральный ресурс, как пациенты, выздоровевшие. На сегодня информация исчерпана. Спасибо за внимание. Воскресенье 19 апреля глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. В Мордовии будут введены дополнительные противоэпидемические меры. Ужесточение мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Республики обсуждалось в воскресенье 19 апреля на заседание регионального оперштаба, которое провел глава Мордовии Владимир Волков. Ежедневный рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мордовии, которые мы наблюдаем в последние дни, указывает на необходимость оперативно разработать и ввести меры, ужесточающие противоэпидемический режим в республике, сказал Владимир Волков. Правила дала нам резкий всплеск заболевших. Вчера анализировали, сегодня анализировали. 80% для диетических случаев они связаны с людьми, которые приехали с Москвой. Руководитель региона подчеркнул, что необходимо усилить уже действующие, а также ввести дополнительные меры противодействия распространению инфекции. Я бы хотел, чтобы сегодня все высказались, все члены штабы, по своим направлениям. Что мы должны еще сделать для того, чтобы сдержать распространение заболеваний? Изменения в указ главы региона будут внесены в ближайшее время. В частности, они коснутся ограничений в работе общественного транспорта, городского, а также осуществляющего межрегиональные и внутриреспубликанские пассажирские перевозки. Планируется ввести обязательное ношение защитных масок при пользовании общественным транспортом и при посещении торговых точек, причем обеспечивать покупателей индивидуальными средствами защиты должны будут владельцы торговых организаций. По словам министра промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александра Седова, уже в среду республика будет обеспечена масками в достаточном количестве, купить их можно будет как в аптечной, так и в торговых сетях. Также готовятся изменения в режим работы рынков на всей территории республики. В ходе совещания было отмечено, что значительное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в последнее время произошло во время ритуальных мероприятий. Поэтому принято решение рекомендовать главам муниципальных образований ограничить количество участников на похоронах и поминках. Как передается инфекция, как обезопасить себя, сколько времени требует лечения, а также где в Мордовии делают тесты на коронавирус и сколько их нужно, чтобы выявить болезнь или определить, выздоровел человек или нет. В интервью нашему телеканалу Сергей Саушев рассказал все, что нужно знать о новом вирусе COVID-19. Сколько человек на карантине под наблюдением, а сколько лечится стационарно, ежедневно. Оперштаб Мордовии по противодействию COVID-19 предоставляет свежие данные. В сводке значатся четыре цифры. Первое число лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19. Вторая цифра в сводке лечится стационарно. На стационарном лечении кто находится? Это пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложненное. Оно может быть средней степени тяжести, может быть тяжелое. Это сопутствующие патологии, наличие сопутствующей патологии, которая требует именно интенсивного лечения и наблюдения в стационарных условиях. Это, ну, в некоторых ситуациях, конечно, невозможность изоляции от родственников при наличии клинического течения подтвержденного диагноза коронавирусной инфекции. Самое большое число в сводке – те, кто находится на карантине. Это пациенты, приехавшие из неблагоприятного эпидочага и мегаполисов. По прибытии они должны заявить о себе по телефону горячей линии и сдать анализы. В эту же категорию входят пациенты с подтвержденным диагнозом, у которых COVID-19, но заболевание проходит в легкой форме и не требует интенсивной терапии. В обсервационное отделение попадают врачи, которые контактировали с подтвержденным ковидным пациентом. Сейчас принимается решение о работе вахтовым методом, когда с бессимптомным течением и после контакта с пациентом медицинские работники могут выполнять свои функциональные обязанности в течение двух недель и потом в соответствующее время находиться дома уже на самоизоляции, на карантине. Тесты на коронавирус делают всем, кто приехал из других регионов, у кого есть клиника, респираторная инфекция, ковид-ассоциированного заболевания, например, пневмония. Также проверяются медицинские работники, которые контактируют с пациентами. С этой недели тест смогут сделать все желающие. Это не по назначению врача, это не в обязательном порядке, а в добровольном порядке, скорее всего, на платной основе. Если вы спрашиваете на безвозмездной основе, то это все прибывшие с неблагоприятных очагов, имеющие клинику, кому врач назначил данное исследование, проходящие повторные исследования. Вот они все подлежат обследованию на коронавирусную инфекцию. Сейчас тесты на коронавирус делают в инфекционной больнице. ТОП-диспансерия, КОЖВЕН-диспансерия и в Центре гигиены и эпидемиологии. Здесь делают тесты на безвозмездной основе, но строго по назначению врача. И сейчас нам, Центру гигиены и эпидемиологии, передали функции с федерального уровня быть подтверждающей лабораторией. То есть мы никуда больше за пределами Республики Мордовия для подтверждения, для верификации диагноза коронавирусной инфекции не направляем в биоматериал. Все это делается здесь. Делается методом ПЦР диагностики. Все это полимерно-цепной реакции. И скорость исследования это от 5 до 7 часов. Сроки лечения зависят от течения заболевания. Если оно благоприятное, пациенты в изоляции находятся до тех пор, пока не пройдут все симптомы и не будет двух отрицательных результатов тестов. Обычно их делают на 10-12 день. Когда врачи убедятся, что пациент полностью здоров, и все анализы будут в норме, его выписывают. По факту констатации выздоровления, пациент считается безопасным для окружающих. Вакцины от коронавируса пока нет. Для лечения пациентов с легким течением заболевания используют противовирусные препараты. В стационаре применяются более тяжелые препараты. Они специфичные. Кроме того, это обназначает симптоматическая терапия, если вдруг идут изменения со стороны других органов и систем. Поэтому это уже лечение комплексное. Оно включает в себя как симптоматическое лечение сопутствующих заболеваний или осложнений основного заболевания, допустим, при пневмонии, при присоединении бактериальной инфекции. И также противовирусную терапию специфическую. Коронавирус передается воздушно-капельным путем и через предметы, поэтому лучше ограничить контакты и следить за гигиеной, мыть руки, обрабатывать поверхности. При недомогании заниматься самолечением нельзя. В этом случае необходимо вызвать врача на дом. Ольга Данилова, Евгений Фрогин. Народные новости. Меры самоизоляции для приехавших из других регионов и тех, у кого они проживают, ужесточены. Теперь им запрещено покидать квартиру или частный дом. Покупка продуктов, лекарства, а также выгул домашних животных, задачи близких или волонтеров. Также изменились требования к справкам с места работы о том, что человек продолжает трудиться. Соответствующие изменения в указ главы Мордовии были внесены 18 апреля. Причина ужесточения мер – беспечность людей, пренебрегающих режимом самоизоляции. Эпидемиологическая обстановка ухудшилась из-за несоблюдения гражданами предписанных ограничений. Отныне все, кто прибыл из-за пределов Мордовии, а также все, с кем они вместе проживают, обязаны соблюдать строгую двухнедельную самоизоляцию. Ни в магазин, ни в аптеку, ни погулять с собакой выходить нельзя. Помочь тем, кто оказался в такой ситуации, могут их друзья и родные, или волонтеры, разумеется, соблюдая все меры предосторожности. Нарушителей ждут штрафы. Справки с места работы также будут видоизменены. В них включат режим работы дни и часы, в которые человек действительно должен находиться вне дома. В любое произвольное время перемещаться с такой справкой больше не получится. Коснуться изменений и работы служб такси. В одном автомобиле разрешено перевозить только членов одной семьи. В то же время для тех, кто не находится на строгой самоизоляции, расширен перечень мест, куда ходить можно. Это медицинские и ветеринарные организации, почтовые отделения, суды, нотариусы и адвокаты, военкоматы и кредитные организации, правоохранительные органы. Можно водить детей в сад и забирать оттуда, если родители работают. Можно и нужно помогать родным и друзьям на строгой самоизоляции. Волонтеры перемещаются беспрепятственно при наличии бейджа и паспорта. Ответили на актуальные для жителей Мордовии вопросы в республиканском МВД. 20 апреля здесь по телефону провели день правового информирования. В сложившейся ситуации всех волновали прежде всего ужесточенные меры профилактики коронавирусной инфекции. Чаще всего интересовались, положено ли наказание за то или иное нарушение режима самоизоляции. КОВИД-19, борьба с коронавирусом, меры по самоизоляции, административная ответственность за ее нарушения. Большинство вопросов граждан в единый день правового информирования были именно на эти темы. Выпускать ли подростков гулять? Можно ли ходить в магазины далее 100 метров? Обращений было много. Каждый случай разбирался на конкретном примере. Обратилась женщина, которая уточняла, могут ли ее привлечь к административной ответственности или, скажем так, выпишите ей штраф и в каком именно размере, в случае, если она будет гулять с ребенком не в своем, скажем так, отойдет с ребенком на расстоянии более чем 100 метров. Ну, например, в соседнем микрорайоне. Да, действительно, что ее действия фактически подпадают под состав правонарушения, предусмотренного статьей 20.6 Прим КОАП РФ. Еще актуально для всех вопрос, можно ли перемещаться по территории республики. Ответ сотрудников МВД однозначен. Были вопросы передвижения на автотранспорте. Фактически, нахождение в другом населенном пункте в настоящее время не совсем законно. И какие бы ни были объяснения этому, то есть режим введен, поэтому добропорядочные законопослушные граждане обязаны соблюдать этот режим. Весенняя погода манит, но для путешествий сейчас действительно не время. Стоит запастись терпением и провести время в самоизоляции, а не в поездках или на прогулках. Нарушителей ждет наказание. Вот, например, звонил мужчина, который хотел поехать в одно из сел Краснослободского района, истолковывает это тем, что там у него живут родители в возрасте, а он бы хотел помочь им с огородом, отдохнуть сам на природе, скажем так, подышать свежим воздухом. Вот еще раз обращаю внимание, что нельзя передвигаться, не имея на этих конкретных целей и без соответствующих разрешений. Главный аргумент в пользу самоизоляции – забота о здоровье, своем и своих близких. Такая поездка на природу или на малую родину может привести к очень печальным последствиям. Следовало бы ему подумать о том, что он может привести своим престарелым родителям с города ту заразу, ту неприятность, о которой мы сейчас все говорим. Санкции со стороны МВД – последний аргумент для тех, кто не хочет прислушиваться к рекомендациям медиков. Возможно, хотя бы эти меры заставят людей одуматься и оставаться дома, ведь это действительно важно. Волонтеры Мордовии развезут более 20 тысяч бесплатных продуктовых наборов нуждающимся пожилым людям старше 65 лет. Проект «Продуктовая помощь» реализуется в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Ее организаторы – Всероссийское движение, волонтеры-медики, Ассоциация волонтерских центров и Общероссийский народный фронт. Ежедневно каждая команда волонтеров-медиков объезжает около 30 адресов, доставляя продуктовые наборы пожилым людям. Все ребята прошли обучение, получили сертификаты. Они знают все о мерах безопасности. На лицах защитные маски, на руках перчатки. В квартиру не заходят, пакеты оставляют у порога. Акция «Продуктовая помощь» стартовала 17 апреля. Суть акции в том, что благополучатели, это люди, чей возраст составляет от 65 лет и старше, получают единоразовую продуктовую помощь. Продуктовая помощь представляет собой продуктовый набор продуктов первой необходимости. Крупы, растительное масло, чай, сахар, соль, мука, макароны, консервы и спички старшему поколению передают то, что действительно нужно. Формируют наборы в Республиканском молодежном центре. Ежедневно около 300 пакетов. Всего в Мордовии будет передано пожилым людям 20 тысяч продуктовых наборов. 15 тысяч из них получат пенсионеры из муниципальных районов. Помощь адресована 20 тысячам благополучателям в Республике Мордовия, тем, у которых общий ежемесячный доход составляет менее 14 тысяч рублей. Состав благополучателей был определен органами исполнительной власти. Но также, помимо этого, люди могут оставлять свои заявки через мобильное приложение ОНФ «Помощь». Акция поможет старшему поколению соблюдать режим самоизоляции, сберечь собственное здоровье и здоровье окружающих. Когда под рукой все необходимое, не нужно выходить даже в магазин. А если понадобится что-то еще, на помощь также придут волонтеры. Сходят за покупками или в аптеку. Пожилые люди в зоне риска. Для них самоизоляция особенно важна. Юлия Емельянова, Андрей Просвиркин. Народные новости. Эстафету добрых дел для медиков подхватили в одном из шинных центров Саранска. Здесь бесплатно поменяют зимние шины на летние тем, кто работает в медучреждениях республики. Весной это особенно актуально и с прошлой недели акции успели воспользоваться два десятка человек. Даже во время самоизоляции дороги города не пустуют. Не пустуют также шинные центры и шиномонтаж. Переобыть автомобили успели не все. В одном из шинных центров Саранска пошли навстречу работникам поликлиник и больниц. Здесь можно сэкономить время и средства. Замонтажные работы с медиков ни копейки не возьмут. Мы решили, что эти услуги мы можем предоставить им бесплатно. Так как у всех есть автомобиль, это лишний раз их как бы маленько профинансируют. Основная задача была помочь медицинским работникам. Шиномонтаж получается полностью бесплатный вплоть до снятия машины, балансировки, мойки колес, полностью весь спектр шиномонтажных услуг. Чтобы воспользоваться акцией, необходимо предоставить паспорт, права и любой документ, подтверждающий место работы. Это может быть пропуск или удостоверение. Причем поддержать готовы не только врачей, но и любых других работников больницы. Не имеет значения, либо он водитель скорой помощи, либо он психотерапевт, либо он хирург. Должность не важна. Самое главное, чтобы он работал в этой сфере. Самое главное, чтобы человек, это была машина человека, то есть именно его. В это непростое время для медиков особенно важно понимать. Общество осознает, насколько сложен их труд, насколько дорог сейчас каждый час свободного времени. Акцию запустили неделю назад, и за это время услугами шинного центра воспользовались два десятка медицинских работников. Бесплатно поставить новые шины или починить старые медики смогут неограниченное число раз. Акция продлится еще несколько месяцев. Ольга Данилова, Ирина Герасимова, Владимир Надькин, Народные новости. Режим самоизоляции соблюдать нужно, но визит на станцию переливания крови уважительная причина покинуть дом. Тяжелые пациенты по-прежнему нуждаются в донорской крови. Если соблюдать все правила, ее можно сдать, не рискуя подхватить коронавирус. 20 апреля в национальный день донора пример всем жителям республики подали бойцы студенческих отрядов Мордовия. Подробнее в нашем сюжете. Из-за введенного в связи с пандемией режимом самоизоляции поток доноров снизился, а вот потребность в крови остается высокой. Поэтому медицинские организации призывают постоянных доноров продолжать сдачу. Одними из первых откликнулись бойцы студенческих отрядов. Студенты это наша надежда, наша опора, они нас всегда выручают. И вот в этот раз, в такие дни, как сегодня, когда идет самоизоляция, мы тоже обратились к ним. И они, конечно, нам никогда не отказывают. И сегодня тоже они пришли, чтобы поучаствовать, именно пополнить запасы донорской крови. Очереди под запретом, поэтому перед визитом на станцию нужно позвонить и узнать точное время, когда вас будут ждать. Измерение температуры, защитные маски обязательные этапы подготовки к сдаче крови. Кстати, добраться до станции можно на такси, но по цене автобуса. Так бизнес поддерживает медиков и всех, кто готов им помочь. Одним из, скажем, спонсоров нашей акции является Яндекс.Такси, один из агрегаторов службы такси, который дает промо-коды, чтобы можно было бесплатно, ну, за скидкой 100 рублей доехать от дома до станции переливания крови и от станции переливания крови домой. Тем самым, скажем, не пользуясь общественным транспортом, да, например, и действительно можно практически с минимальными контактами доехать до станции переливания крови. Донором может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет. Бойцы студенческих отрядов призывают всех неравнодушных подключиться к акции, помочь людям в борьбе не только с коронавирусом, но и другими болезнями. От этих 30 минут не убудет, и это очень просто просто выйти из дома, прийти, дать свой паспорт и зарегистрироваться, чтобы сдать кровь. И, возможно, эта кровь кого-то и спасет. Юлия Емельянова, Станислав Семин, Народные новости. В Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии рассказали, на какую помощь могут рассчитывать безработные. Тем, кто из-за пандемии остался без средств к существованию, предусмотрена повышенная материальная поддержка. Подробности в материале Ирины Герасимовой и Владимира Надькина. На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в целом по стране прогнозируется рост числа безработных. Многим предприятиям и компаниям пришлось временно прекратить свою деятельность из-за ограничительных мер. Тяжелее всего приходится малому и среднему бизнесу, в особенности работникам таких организаций. В Мордовии по состоянию на 17 апреля безработных всего на 19 человек больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, в республике уже приступили к реализации поручений президента России Владимира Путина по поддержке безработных. В соответствии с поручениями президента Российской Федерации для безработных граждан, которые у нас сейчас признаны и находятся на учете в центре занятости, максимальный размер пособия увеличен на 2020 год 12 130 рублей. Также для граждан, которые обращаются в службу занятости с 1 марта и были увольны соответственно с 1 марта с основного места работы и признаны в службе занятости безработной, размер пособия независимо от уровня заработной платы на предыдущий месяц работы будет составлять для них также 12 130 рублей. Повышенную выплату люди, оказавшиеся без работы, смогут получать 3 месяца с апреля по июнь. Если же у безработного есть дети в возрасте до 18 лет, на каждого ребенка полагается еще по 3 тысячи рублей также в течение трех месяцев. Для того, чтобы встать на учет и получать пособие, идти на биржу лично не нужно. Сейчас действуют новые правила прием заявлений и резюме ведется дистанционно через личный кабинет сайта Работа в России. Для гражданина нет необходимости подавать другие сведения либо дополнительные справки. Эти справки межведомственного взаимообмен будут происходить и мы эти справки получаем автоматически в электронном виде. Этот порядок действия будет продолжаться до 31 декабря текущего года пока будут действовать временные правила регистрации. На сегодняшний день через сайт подано более 1700 заявлений. Каждый из них специалистами Минсоцзащиты рассматривается отдельно. Все сведения тщательно проверят и только затем вынесут решение признать заявителя безработным или нет. Тем, кто уже прошел все процедуры, пособие выплатят в ближайшее время. Ирина Герасимова, Владимир Надькин, Народные новости. В особом режиме работает и Министерство внутренних дел Республики. В этом лично убедился заместитель министра, полковник внутренней службы Владислав Смирнов. Он оценил, как берегут здоровье сотрудников и посетителей в управлении по вопросам миграции и госавтоинспекции. Оценка отлично. Сотрудники в масках и перчатках посетители встречаются с антисептиками и тщательно следят за обработкой рук. На стендах, помимо информации об услугах, памятки с мерами профилактики коронавируса. Замминистра созданные условия оценил положительно. Подразделения по вопросу миграции МВД по республике Мордовия продолжают свою работу в прежнем режиме. Сокращение времени приема заявителей или каких-либо изменений в графике работы не произошло. Однако гражданам рекомендуется максимально использовать возможности единого портала госуслуг. Это позволяет исключить личный контакт, получить государственную услугу быстро, комфортно и безопасно для здоровья. По предварительной записи через единый портал с 31 марта 2020 года предоставляются также услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов, выдаче водительских удостоверений в госавтоинспекции. Санитарные нормы на высоте, так же, как и качество услуг. Несмотря на режим повышенной готовности в безопасности и силовики, и посетители. По итогам, проведенный заместитель министра проверки принято решение, которое помогут еще более повысить эффективность работы этих подразделений. К другим темам. В понедельник в Саранске на участке дороги по улице Коммунистической от проспекта Ленина до рабочей в понедельник вновь провели ямочный ремонт. Рабочие заделали трещины в асфальте, которые вновь появились после работ, завершенных чуть более недели назад. Участок дороги от проспекта Ленина до рабочей по улице Коммунистической небольшой. Однако, это самый центр города и движения здесь всегда оживленные. В десятых числах апреля здесь был сделан ямочный ремонт. Однако, наступившее резкое похолодание свело на нет усилия дорожников. Асфальт снова превратился в решето, что вызвало справедливое негодование горожан. В понедельник на улице вновь появилась техника. У нас контракт заключен, подрядчик ОМОПО ТРА. К работе приступили они 10 апреля, но в связи с погодными условиями, все, что они которые работают выполняли, некоторые отлетели уже за пластикой у них. Они сегодня коммунистическую улицу исправляют от проспекта Лена до моста. Эти работы выполняют за счет подрядчика. Руководство компании подрядчика по ямочному ремонту, а в Саранске это МОПО ТРАНС, заверило, что активная фаза работ начнется после предстоящих на этой неделе заморозков с осадками. Немного подождать придется ради качества. В этом году были очень жестокие погодные условия для наших дорог, поэтому дороги пришли в такое состояние, учитывая то, что очень много дорог построено на старых основаниях, где нет водоотвода, и поэтому так дорога приходит в быстрая негодность. Интенсивность высокая, появилось очень много машин. Я бы просил бы водителей, я со мной езжу, к этому относиться достаточно спокойно. В ближайшее время мы приведем порядок. Ремонтные работы предстоят и тем, кто обслуживает в столице Мордовии тепловые сети. На улице Владарского около дома номер 7 провалилось покрытие тепловой камеры. Как рассказали местные жители, на тротуар заехал кран. Под его тяжестью и обрушилась плита камеры. В дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска нас уверили, что работы по восстановлению начнутся во вторник. Вячеслав Кузьменко, Станислав Семин. Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Яна Сараева. Оставайтесь на нашем канале и дома. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok